итак добрый день сегодня я покажу вам плетение fly split естественно у подобного плетения есть множество разных узоров сегодня именно я хочу показать саму технику что я использую для плетения какие подручные приспособления я использую покажу пример на маленьких коротышах готовых шнурках кордах и затем сюда же прикреплю видео своего плетения ремня где на видео будет показан один рапорт узора который если постоянно его повторять как раз выйдет тот узор который у меня получился на моем ремне и так для плетения пластик брейдинг нам понадобятся сами шнуры в нужном для вашего узора количестве нам понадобится спица для закрепления плетения и нам понадобятся иголочки у меня это иголочки пластиковые широким ушком для того чтобы сюда пошел шнур для начала закрепим наши шнуры на спицу берем спицу и вставляем ее между двумя скрученными ниточками так примерно это получается располагаете шнуры в том порядке по цвету в котором нужно для узора на данный момент я не планирую плести какой-либо узор просто показать вам что именно мы делаем при подобном плетение и так располагаем их как можно ближе как можно ближе и так вот для плетения шнуры закреплены возьмем наши иголочки и каждый шнур закрепим то есть берем шнур и как обычную ниточку время вставляем желательно кончики помогать подкручивать потому что за время плетения они конечно будут немного раскручиваться для удобства можете брать иголочки того же цвета что и ваша нить плетения чтобы глаз быстрее их находил я беру как наоборот контрастный вот беру крайне ранее шнур и вставляя иголочку в плетение когда будете плести вы поймете что каждый раз вставлять вот эту иглу нужно вот именно по очереди в виток плетения то есть не просто вот напрямую да вот так идите а именно крик крепится будет узор за счет того что вот здесь между ними будет переплетаться этот шнур то есть в этот раз и выкнуть иголочку сюда второй раз сюда третий раз следующее плетение так но пока в одно плетение допустим мне нужно провести эту иглу до конца через все шнуры также вот это первая скрученная часть не вставляем углу вот так получается и подтягиваем и протягиваем аккуратненько не забываем что вот тут здесь у нас двойной шнур идет очень очень крепко затягиваем далее вы делаете по узору я покажу лишь сам смысл плетения такого ну вот вы видите да что когда затем вас этот плетение будет по длине лучше конечно прикрепить закрепить спицу куда-то чтобы она у вас так на весу не болталась ну и так далее далее видео будет подробно показано плетение четырех четырьмя цветами по блокам можете им воспользоваться я конечно взяла сразу самое сложное потому что мне понравился на этот узор и я не боялась того что там 32 каких-то шнура поэтому и вам рекомендую не бояться это все достаточно просто видите с другой стороны тоже получается подобный узор старайтесь затягивать очень туго потому что если будет слабо она естественно очень тянется между прочим может узор съехать если вдруг он потянется туда куда вам нужно и посматривайте на изнанку потому что бывает лицевой стороны вы затянули красиво а с изнанки там что-то немножко кривовато пошло ну и далее сплету уже так чтобы просто у меня эти шнуры превратились какой-то ремешок приносили пользу ты Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видела разные методы завершения таких шнуров. Можно прошить, распустить такой бахромой, чтобы было как здесь, допустим, либо протянуть ниточку, как-то закрепить эту бахрому. Можно сплести из этого косичку и также завязать на узел. То есть можно оставлять определенные же длины эти кончики. Ну, я для ремня просто все вот это вытаскивала и обрезала ненужные хвостики и просто делала такую крышечку из ткани. То есть пришивала сверху такую тканевую крышечку, а потом уже эту ткань пришивала к самой сумке. Но сами сумки мочилы, они идут, что вот эта бахрома пришивается сверху на сумку. То есть не так, как я спрятала ее, а наоборот пришивается, как бы и вот это распускает, гордятся вот этим многоцветием. Ну, мне так не нравится. Я пробовала и распушать, тоже не нравится. Ну, может потому, что у меня есть хлопка, а не из шерсти, например. Поэтому смотрите сами, как вам нравится. Обработка края тут уже на ваше усмотрение, как вы это хотите сделать. Ну, в принципе, все на этом. Вот такой вот у меня получился ремешок. Я брала для плетения шнура размах своих рук полтора метра, то есть сложила его пополам, скрутила шнур, еще сложила пополам. И получились шнуры при плетении. Сам шнур еще уменьшился. Это будет зависеть от ширины плетения, потому что мы понимаем, да, что часть шнура проходит между, внутри других шнуров. Поэтому его длина, естественно, уменьшается при плетении. Получился ремешочек из четырех шнуров кордов. Приятного просмотра дальнейшего урока по узору на тридцати двух кордах на четыре цвета. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...